Более 120 товаропроизводителей из Карачаево-Черкесии и соседних регионов представили свою продукцию на республиканской весенней ярмарке. На торговых площадках был широкий ассортимент товаров от товаропроизводителей и без посредников. О новшествах ярмарки, о том, как соблюдалась ценовая политика в репортаже Светланы Шагановой. Специально организован маршрут ярмарка-агропарк. Вас отвезут и привезут домой с покупками. Моя корзина сегодня пуста, но через пару часов она наполнится продуктами. Впервые ярмарка проходила в агропарке. Для удобства продавцов и покупателей на площади 12 тысяч квадратных метров в новом микрорайоне Черкеско-Северный разместился торговый комплекс. Все дороги ведут в агропарк. Ярмарка зовет. Сегодня нам не страшен ни дождь, ни снег. Впереди огромный комфортный павильон, где представлен широкий ассортимент качественной продукции. Торговые точки работали как в огромном павильоне, так и на территории агропарка. Производители смогли реализовать продукцию без посредников, а покупатели – приобрести товар по минимальной наценке. Приоритет ярмарки – ценовая политика. В этот раз минус 15% на все. Задача стоит, чтобы здесь были цены доступные где-то на 15% ниже рыночной стоимости. И я вам скажу, что этого нам удалось достичь. Еще в декабре правительство России приняло меры по сдерживанию цен на социально значимые продукты. К примеру, сахар. Производитель в Карачаево-Черкесии – это Эркеншахарский сахарный завод. Снизил цену до 36 рублей за килограмм. Подписано соглашение, что они будут сдерживать цену 36 рублей оптовой продажи, и они с этим справляются. Сегодня просто ярмарка, продают как мешками, так и в розницу. Поэтому проблем с сахаром не будет. Правительством Карачаево-Черкесии ведется мониторинг по стабилизации цен. После подписания соглашения на следующей неделе мы планируем, что наши оптовые крупные базы будем подписывать с производителями сахара, подсолнечного масла, для того, чтобы они снизили рынок. Лично проинспектировали стоимость товара на ярмарке министр сельского хозяйства Анзор Баташев и министр промышленности и торговли Мурат Аргунов. Не выше 100 рублей, но это самая низкая цена. Это максимальная. А самая высокая – 136 рублей. Да, сегодня мы отпускаем по сниженным ценам. Профильные министры осмотрели всю продукцию и даже продегустировали настоящий домашний сыр. Очень вкусный. Это наш местный производитель, который производит в домашних условиях очень вкусные сыры. Жители и гости республики оценили современную сельскохозяйственную торговую площадку, где в одном месте можно купить разные продукты. Очень много товара и все товары хорошие. Комфортно все-таки в таком павильоне? Конечно, конечно. Даже шикарно. Очень хорошо. Пусть люди обязательно сюда приезжают. Обязательно. Здесь, куда ни глянь, местная продукция. Как говорится, родная и качественная. Да и продавцы старались привлечь покупателей не только своим товаром, но и антуражем. Никто не проходил мимо лавки со свежей выпечкой. Мини-пекарня только набирает обороты. Поддержку в приобретении оборудования оказал агропарк. Антур Баташев предложил начинающим предпринимателям попробовать себя в роли агро-стартапа и получить грантовую поддержку от Минсельхоза. Привлечь покупателя задача непростая. Поэтому у каждой торговой точки свой дизайн. Широкий ассортимент мяса, рыбы, овощей, саженцев можно было оценить на открытой площадке. Ярмарка с давних времен подразумевает праздник. И поэтому в ненастную апрельскую погоду поднимали настроение творческие коллективы Республиканской филармонии. Господдержка, создание комфортных условий для фермеров – одна из важных задач Минсельхоза России, так и регионов. И в этом направлении значительные шаги уже сделаны. С открытием агропарка и проведением ярмарок у товаропроизводителей появилась возможность реализовать свой товар без наценки.